президент россии окончательно сходит с ума кто как обзывается тот так и называется он так переживает за свою жизнь что сделал свое здоровье практически государственной тайной я желаю ему здоровья его постоянно сопровождают около десятка докторов которые маскируются под обычных охранников но есть среди этой толпы один особенный агент у которого крайне важная миссия убирать помет российского президента врут все время вот поэтому тень на плетень наводит кто же это делает и с какой целью невероятная правда в которую будет сложно поверить смотрите прямо сейчас в этом году кремлевскому тирану 70 ура но несмотря на возраст он строит из себя вечно молодого спортсмена и полного сил великого вождя судьба россии в надежных руках нашего многонационального народа но возраст это не наивный электорат его не обманешь здоровье путина давно подустало это видно невооруженным взглядом он словно парализован предлагаемый штурм промышленную зону читаю нецелесообразным с постоянно одутловатым лицом непропорционально большим по отношению к телу мы всегда смотримся как будто все такие метаморфозы во внешности путина дают свободу полета воображению мировым сми они приписывают кремлевскому деду разнообразные болезни и его даже хоронили уже несколько раз но он все равно появляется на людях вы не промахнулись вы приняли правильно правильные решения это говорит о том что состояние здоровья президента россии держат под грифом секретности и вряд ли кто-то действительно знает что с ним происходит но вот сейчас наконец-то стало известно как кремле столько лет удерживают эту тайну по данным французских сми в сопровождении путина есть специальный агент федеральной службы который отвечает за сбор его экскрементов по-другому мы ничего не добьемся и каждый раз когда путин ездил за гранкомандировки этот человек забирал президентский помет назад в москву чтобы никто в мире не смог взять его этот самый помет на анализы и узнать настоящее состояние здоровья российского президента этот тонкий процесс длительный который требует исключительной компетентности конкретно журналистам известно о двух случаях когда эта практика имела место быть в 2019 году во время визита в саудовскую аравию а также когда путин посещал францию в 2017 вот как этот процесс описывают журналисты косвенные источники на ближнем востоке сообщили нам что деликатная миссия выполнялась под контролем фсо федеральная служба охраны отвечающие за безопасность российских чиновников агент должен был положить экскременты путина в предусмотренные для этого карманы чтобы не оставить следов и увести все в страну в специальном чемодане очевидно что за такую деликатную работу агенту достойно доплачивали и это действительно грязные деньги это неуважение к целому народу и целой стране такие странные действия говорят только о том что у путина настоящая паранойя он изо всех оставшихся сил стремится показать себя как неуязвимого лидера которого тем не менее мучают страшные болезни которые он так тщательно скрывает